Биопринтинг. Страшное слово? Ну, на самом деле, ничего страшного, всё хорошо. Потому что... А что это я буду брать на себя функции нашего гостя? Пусть он сам всё расскажет. В студии Комсомольской правды управляющий партнёр 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хисуани. Здравствуйте, Юсеф. Здравствуйте, добрый день. Ну, давайте начнём сначала. Что такое биопринтинг? Если коротко. Ну, если совсем коротко, то биопринтинг представляет собой технологию классической 3D-печати, когда мы послойно создаём объекты. Разница именно с классической 3D-печатью заключается в том, что мы используем в качестве печатного материала живые клетки. Потому что мы должны получить в итоге трёхмерный, функциональный, живой, мы их называем, конструктор или микроорганы, который будет выполнять ту или иную функцию. И, собственно, казалось бы, отличие всего лишь в материале, потому что технологии очень близкие. Но на самом деле вот такой специфический материал, как живые клетки, он приводит к тому, что технологии, ну, конечно, принципиально разные. И технология биопечати, она значительно сложнее. Потому что мы должны постоянно контролировать, как у нас происходит этот процесс. Процесс должен быть быстрым, чтобы клетки не испытывали стресс. Не испортились. Не испортились. Выражайтесь своими нормальными словами. Чтобы они не погибли. Чтобы они не погибли. И самое главное, что самое интересное в процессе биопечати, начинается после, собственно, самой биопечати. Так. То есть мы в процессе биопечати выделяем три основных этапа. Первый этап, когда мы формируем трёхмерную модель, потому что мы используем специальные машины, биопринтеры, которые работают согласно заданной цифровой модели. То есть в принтер загружается файл, и он согласно этому файлу печатает. Сказано напечатать кубик. Оно и напечатает. Кубик или, например, шарик. Форму, ну, шарик, да, или там форму бабочки, например, как щитовидная железа, или там какую-нибудь другую форму. И да, он печатает согласно этой форме. Второй этап – это, собственно, сам процесс, когда мы заряжаем клетки в специальные картриджи и производим процесс печати. И третий этап – это когда клетки начинают уже взаимодействовать между собой. Этот этап мы называем постпроцессинг. Это происходит в специальных биореакторных системах. И вот здесь вот возникает самое интересное, потому что здесь вот должна появиться функция. Чудо должно произойти. Здесь должна произойти клеточная социализация. Они должны научиться общаться с другом. Срастись и начать функционировать. Срастись с образованием уже ткани. Слушайте, а много клеток нужно? Я так понимаю, что чем крупнее принтер, тем крупнее что-то можно напечатать. Вон, по-моему, китайцы дома печатают, насколько я помню. Ладно, там должны быть большие, по идее, принтеры. Но какой у нас самый крупный орган, если кожу только не брать в расчет? Ну, если кожу не брать, то печень, например, вот большой орган. Печень, да, хорошо. Вот какой величины принтер должен быть, чтобы напечатать печень? Вы знаете, на самом деле дело здесь не в размере принтера. Например, есть принтер, который размером практически с МРТ аппарат. То есть такой большой, гигантский принтер. И он, собственно, сделан для того, чтобы замещать небольшие кожные дефекты. Большой принтер сделан для того, чтобы небольшие дефекты возмещать. Я это видела в кино. Человек ездит туда-сюда и обновляется у него кожа. Ну, приблизительно так. Этот принтер разработан в институте Бэкфорест в Соединенных Штатах Америки. И здесь мы говорим о так называемой ин-ситу биопечати. Мы берем какие-то термины из латыни. Ин-ситу это значит в условиях операционной, когда мы печатаем не опросов в чашку Петра или в какую-то посуду лабораторную для того, чтобы потом его выращивать, о чем мы с вами говорили постпроцессинг, а чтобы печатать непосредственно в сам дефект. На человеке? На человеке. Ну, пока, естественно, пока на животных, пока на лабораторных животных. Такие исследования были проведены на кроликах, на свиньях, на мышах. И, в общем, здесь вот эта социализация клеток, о которой мы с вами говорили, она происходит уже непосредственно в самом организме. Это один из новых подходов печати в условиях операционной. Какой орган сложнее всего на печати, какой проще всего? Ну, в общем, органы по сложности печати разделяем на четыре группы. Первое, а я начну с самых простых для печати тканей органов. Первая группа – так называемые плоские органы, такие как кожа или хрящ. И, на самом деле, большинство работ, посвященных биопринтингу так называемых тканей инженерных конструкций, они посвящены именно этим двум направлениям. И достаточно много уже работ разных научных групп в разных странах мира, которые, собственно, показали успешность технологии на лабораторных животных в этом направлении. Второе направление – это трубчатые полые органы, такие как сосуды, мочеточник, уретро. И здесь, надо сказать, что тоже такие органы напечатаны и успешно пересажены животным. Третья группа органов – это полые нетрубчатые, такие, например, как мочевой пузырь. Надо сказать, что здесь пока нет существенных успехов в этом направлении, если мы только не говорим о заплатках. Вот если повреждённый пол, нужно восстановить не полностью орган, – Ну, это плоская, мы возвращаемся, заплатка плоская. – Это восстановление функции полого органа, но, тем не менее, плоская заплатка. И четвёртая группа – это так называемые паренхематозные органы. Это такие сложные органы, как печень, почка. Почка – самый сложный орган с точки зрения и наличия клеток, потому что в почке содержится больше 20 типов разных клеток. Очень сложная структура, очень сложная функция, много функций в почке. И восстановить эти функции достаточно сложно. И, конечно, на сегодняшний день такая глобальная цель всех тех, кто занимается биопринтингом, в частности, вообще регенеративной медицины – это, конечно, восстановление функций почек, потому что 70% людей, стоящих в листе ожидания на трансплантацию органов – это люди, которым требуются почки. – Знаете, перефразировав известную фразу, не размер имеет значение, а объём имеет значение в 3D-биопринтинге. – В нашем случае функция. – Хорошо, да, в вашем случае функция. Я понимаю, что это как форма и содержание. Можно что-то создать, а работать оно не будет или не приживётся. А сколько стоит биопринтинг? Или, знаете как, что самое там дорогое? Потому что, как посмотришь на цены, глаз нули собьётся считать. – Ну, самое дорогое… Вообще все новые технологии, они достаточно дорогие. Самое дорогое в биопринтинге на сегодняшний день – это получение адекватного клеточного материала. Собственно, если мы говорим, например, о печати аутологичными, аутологичные – значит, свои собственные клетки, то, конечно, выделение этих клеток, получение их в большом количестве – это на сегодняшний день самая дорогая процедура. – Подождите, подождите. То есть, вот мне это было интересно, это был следующий вопрос. Почему так дорого, из чего складывается цена? То есть, я прихожу к вам, сейчас фантазия, не пугайтесь, и говорю, Юсеф, напечатайте, пожалуйста, мне вот что-нибудь. Вы мне говорите, Мария, хорошо, сдавайте клетки. И вот это самый дорогой будет момент нашего с вами сотрудничества. – Получение необходимого количества клеток – это будет самая дорогостоящая часть всей этой процедуры. – А сколько их надо? Килограммов? – Ну, это зависит от того, что нам нужно восстановить. То есть, нам нужно восстановить, ну, например, японские учёные посчитали, что для того, чтобы создать печень Денова заново, нужно клеточного материала стоимостью порядка полутора миллионов долларов. Просто клеточного материала, чтобы… – Это же мой материал, я вам бесплатно его для себя же самой сдам. – Дело в том, что клетки взрослого человека достаточно плохо делятся. И когда мы говорим про собственные клетки, мы говорим про технологию получения стволовых клеток, а потом уже из стволовых определенных типов, например, из стволовых клеток мы уже получаем клетки печени. – Это уже генетика тут, да? – Да, это уже… – Уважаемые старики и старухи, наши с вами клетки плохо делятся. Кстати, про тех же японцев. Они же Нобелевку получили за какие-то две клетки, которые можно… Что-то там подкрутил, и они становятся какими угодно клетками. – Вот, собственно, да, речь идёт ровно про это. Это Нобелевская премия 2012 года. Профессор Яманаки, который, как писали в средствах массовой информации, сумел повернуть время вспять. Он выделил клетки у взрослых особей, клетки кожи, активировал в них четыре гена и получил, по сути, эмбриональную клетку, такую же, как у эмбриона. – Мне непонятно это до конца. Вот в теории всё ясно, а что мне от этого? Мне что от этого, доктор, как говорится? – Из этой эмбриональной клетки уже он научился получать разные типы других клеток. То есть, по сути, взял кусочек кожи, а на выходе получил, например, кусочек печени или кусочек почки. Вот речь ровно об этом. – Или кожу молодую. – Или кожу молодую, да. – Для женщины. – Да, что, может быть, даже важнее. – Средних лет. – Может быть, важнее, да. – Мозг, скажу. – Простите, так вернёмся. – Вот. И в этом, да, и в этом, собственно, и заключалась важность данной работы, что учёные, по сути, получают возможность использования аутологичного, собственно, материала. – Хорошо. Но и снова к цене. Потому что это самый волнительный момент не из-за жадности, а из-за доступности. А человек приходит, то есть, сам процесс, я говорю, я вам бесплатно даю, вы мне. Ну, окей, бесплатно-то бесплатно, но дорого будет сам процесс. Из-за чего? Снова вопрос. Дорогие машины, мало учёных, вы один это умеете. Понимаете, я никак не уловлю. – Но с точки зрения получения клеточного материала, мы говорим о том, что нам нужно активировать определённые гены, то есть, это технологии генетического вмешательства, это наращивание клеточной массы, нужны определённые факторы роста, чтобы клетки росли, чтобы клетки питались, то есть, нужно питание для клеток, нужны специальные биореакторные системы, в которых у них находиться. – Прямо пол-инклюзивом нужно. – Конечно. Нам нужно, чтобы что-то напечатать, нужен, собственно, материал, с которым мы будем печатать. И для, в общем, технологии биопечати, сами принтеры, само железо, программное обеспечение, расходные материалы не являются на сегодняшний день самым дорогостоящей частью технологии. – Скажите, наша страна когда будет поставлять на рынок и вообще обслуживать своих граждан, вот так, чтобы пришёл в поликлинику участковую, и всё, и норм? – Ну, в участковой поликлинике, будем надеяться, что принтер не будет говорить пациентам, у вас много, я один, и будет… – И наденьте бахилы. – Да, да, наденьте бахилы, проходите, ложитесь. В 2014 году мы выпустили такой общий пресс-релиз с нашими ожиданиями, что первые органы появятся в клинике, будут доступны к 2030 году. То есть мы это меряем горизонтами в десятилетиях. – Где может пригодиться биопринтинг помимо медицинских целей и фундаментальной науки? Вот нам, простым людям. – Биопринтинг на самом деле сегодня активно применяется, скажем, фармакологическими компаниями, которые проводят исследования лекарственных препаратов на таких трёхмерных напечатанных микроорганах, и это очень важно, потому что клетки в 2D и клетки в 3D, одни и те же клетки, для себя совсем по-разному, потому что всё-таки наши органы, они трёхмерные, они двумерные. Есть направления, которые вообще никак не связаны с медициной, это использование технологии биопечати в пищевой индустрии, есть так называемые фудпринтеры, которые печатают шоколадным кремом и так далее, но сейчас используются принтеры для того, чтобы печатать мясные продукты. И я надеюсь, что уже к концу этого года мы напечатаем на Международной космической станции такие маленькие мясные фрикадельки с использованием нашей технологии, нашего принтера, который сейчас установлен на МКС. В декабре прошлого года впервые в мире в космических условиях микрогравитации были созданы образцы ткани человека и мыши. Эксперимент удался, образцы были доставлены на Землю, и теперь учёные проверяют функциональность этих тканей. И эксперимент продолжается. Я так понимаю, всё дело в гравитации. Мы здесь используем немножко другую технологию, то есть мы не используем здесь классический 3D-принтинг, мы управляем клетками с использованием магнитных волн, в ряде случаев магнитных и акустических, то есть мы пытаемся управлять клетками звуком. Технология, понятно каждому, наверное, ещё с детства, мы приблизительно по этой технологии собираем снежок. Берём снег и крепим снежок, собственно, с разных сторон. Вот представьте, что мы делаем это не руками, а звуком, например, или магнитными волнами. То есть мы как бы дуем на клетки чем-то там, заставляя их собираться в конгломераты. И сразу в 3D получается. Да, они собираются сразу в 3D, и более того, они в этом 3D удерживаются, то есть они как бы левитируют, летают. Не раскатываются. Не раскатываются, и ни к чему не прикрепляются, то есть они к поверхности чашки. А срастаются они быстрее в невесомости? В таких условиях они срастаются быстрее, потому что, когда клеткам не к чему прикрепиться, то они могут крепиться только друг к другу, они, соответственно, и быстрее сливаются. На сегодняшний день два основных лимитирующих фактора в биопринтинге и в регенеративной медицине, в общем, это, собственно, их два. Первое – это наличие адекватного клеточного материала, о котором, собственно, мы с вами и говорили. И второе – это как раз-таки питание на напечатанных или созданных объектах и проведение сосудистого русла. И, на самом деле, второй фактор, он очень сильно зависит от первого, потому что очень сложно провести сосудистого русла, если у вас клеток сосудов, в общем, нет. А где вы берете человеческие клетки? Если мы говорим про человеческие клетки, то, в общем, мы их берем в разных научно-соединских институтах, с которыми у нас подписаны договора, это чаще всего биопсийный материал. То есть материал, который берется посок какой-то операции. Так он же нездоровый, этот материал. Не-не-не, почему? Вполне себе. Если, например, клетки хрящевой ткани мы берем после различного рода операций, всегда клеточный материал смотрят патоморфологи, чтобы там не попались никакие патологические клетки, и уже, собственно, эти нормальные клетки приходят к нам в лабораторию. Есть специальная база данных клеток, в том числе человеческих клеток, где хранятся разные типы клеток, например, клетки кожи. И, собственно, в этих базах, в основном, конечно, международная база есть, есть и в России, в Санкт-Петербурге, наверное, самая крупная. В этих базах тоже есть человеческий клеточный материал, мы его, собственно, можем вполне себе покупать. Так, ну и, как говорится, теперь биоэтика, всем встать, мы научились все печатать, люди стали жить долго, и умерли от голода, и истощение этой планеты. Кстати, от голода тоже, наверное, нет, потому что... А, да, мясо напечатать, а как же... Там тоже интересные технологии, как раз-таки, с использованием... Вегетарианцы же останутся. Животных, вегетарианцы... Вы знаете, для меня было удивление, статистика, по крайней мере, американская, 70% вегетарианцев, они, собственно, не едят мясо, потому что им жалко животных. Если животных убивать... Грешат в кемиском. Животных, если убивать не будут, то, в общем, они не будут быть вегетарианцами при этом, потому что, в общем, животные-то не страдают. У животных также берется один раз биопсийный материал, вырабатывается там, наращивается большое количество клеток, и из этих клеток получается такое искусственное... Ну, вы знаете, даже термин, на самом деле, не устоялся. Да. Сейчас уже как только не называют. Называли сначала лабораторию, тоже сообщество решило принять термин клинмид, чистое мясо. А пока не пришли производители мяса натурального, и сказали, ребята, как это получается? У вас, значит, чистое мясо, у нас что не чистое, давайте-ка вы его называете как-нибудь по-другому. А поскольку все эти крупные, огромные компании по производству мяса не так или иначе вкладываются в эти компании, потому что инновационные, потому что видят с них, с одной стороны, риски для себя, с другой стороны, большие возможности, то, в общем, сообществу пришлось как-то с этим смелиться, поэтому опять термин «чистое мясо» уже ушел в прошлое, сейчас вроде как опять искусственно. Мы видим здесь другую большую этическую проблему, которая заключается в том, что миллионы людей в мире, которые стоят в листе ожидания на трансплантацию органов, они, собственно, ожидают смерти других людей. При этом, в общем, чтобы они были желательно помоложе, с хорошо функционирующими органами и так далее. И, в общем, мне кажется, мы живем с такой существующей большой этической проблемой. Мы должны понимать, что новые технологии в том числе приведут, с одной стороны, к решению каких-то проблем или задач, с другой стороны, к порождению новых. Например, если мы посмотрим статистику, где больше всего пересаживаются органы в каких странах, мы увидим следующие закономерности. Во-первых, для этого должно быть лояльное законодательство. Во-вторых, как бы это страшно или странно не звучало, это страны, в которых большое количество мотоциклистов. Это Азия. Нет, вы знаете, это на самом деле европейские страны. Если смотреть на количество органов на тысячу населения, то самые высокие показатели в таких странах, как Испания, Черногория. Я думаю, что почему в Азии может быть меньше, ровно потому, что вот первый фактор. Именно нужно еще иметь лояльное законодательство. А там оно лояльное? В этих странах европейских указанных, да, в азиатских не во всех. И когда мы говорим, например, сейчас много говорится о беспилотном транспорте, и в том числе о том, что беспилотный транспорт позволит снизить количество несчастных случаев на дорогах, мы прекрасно понимаем, что это приведет еще к увеличению потребности в донорских органах. Она проблему порождает другую. Как говорится, будем решать проблему по мере поступления, или я подумаю об этом завтра, когда невозможно решить сейчас. Спасибо большое.